Сегодня вся страна скорбит по 14 погибшим в огне работникам лесничества в области Абай. По факту случившаяся генеральная прокуратура уже возбудила уголовное дело. Досудебное расследование начато по статьям нарушения требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц и халатность. Почему так происходит и как не допустить подобных трагедий в будущем? А также о том, чем грозит экологии пожар такого масштаба. Об этом мы и будем говорить до конца этого часа. Итак, тему дня будем обсуждать с нашими гостями. Айжан Скакова, эколог. Марина Шмидт, директор гидрометцентра КАЗ Гидромет. Талат Калиев, директор института предполагенных этнополитических исследований. И также у нас есть ряд гостей по видеосвязи. Это Тимур Елюсизов, руководитель Республиканского общественного объединения КАЗ Экопатрол. Динара Амренова, пресс-секретарь департамента полиции области Аббай. Асхат Акельжанов, начальник управления гражданской обороны ДЧС Акмолинской области. Евгений Архипов, руководитель отдела науки, информации и экологического мониторинга. Старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук КНПП Бурабай. И Гульжанат Кирибаева, заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акимата Кустанайской области. Ну и в первую очередь я хочу выразить искренне соболезнования от всех коллег, от нашей редакции, родным и близким погибших, до конца исполнявших служебный долг. Мы скорбим вместе с вами. Уважаемые гости, первый вопрос. После случившейся трагедии, звучит очень много критики в адрес экстренных служб, в том числе и от главы государства. Как вы считаете, почему они оказались не готовы реагировать на такое событие более оперативно? Кто начнет? Потому что у нас всегда все приходит неожиданно. У нас каждый год зима приходит неожиданно, мы размораживаем города, у нас наводнения приходят неожиданно, каждый год паводки. Мы знаем прекрасно, что есть снег, что он будет таять, и он приходит неожиданно. И пожары точно так же. У нас, во-первых, наверное, у каждого Акима должна быть такая, так называемая черная папка. У каждого Акима, у каждого министра. Акимы приходят, уходят, министры тоже, а алгоритм должна оставаться. Должен быть четкий регламент действий, когда и как реагировать на конкретную нештатную ситуацию. Это, во-первых. Во-вторых, все прогнозируемо. Мы прекрасно знаем, что у нас это из года в год повторяется. Это одна и та же проблема. И на 32-м году независимости мы до сих пор не обеспечили лесничьих ни машинами, ни нормальным оснащением, ни нормальными рациями, ни масками кислородными. Они идут, оказывается, на своих машинах, в туфлях ее тушить пожар. Ну это разве допустимо вообще? Мы знаем прекрасно, что там будут пожары, что это пожароопасная зона. И мы в это время их отправляем вот такими вот неподготовленными. И эти 14 смертей, они были обречены, по сути дела. Поэтому должны быть четкие алгоритмы. Мы не должны жалеть денег на вот этот вот минимум оснащения, который необходим. У них должны быть, наверное, нивы какие-то, вездеходы. Ну когда вице-министр ЧС стоит и президенту объясняет, что один трактор проехал, а остальные не смогли проехать. Это вообще разве информация для президента? У нас вообще до чего деградировала система? Талай Абегимович, за кулисами эфира мы обсуждали вопрос финансирования. Я думаю, сейчас наши эксперты добавят обязательно. То есть я как понимаю, там с финансированием в целом МЧС не было проблем. И мы ведь не так давно комитет по чрезвычайным ситуациям, который относился к кому-то, повысили до уровня миссия. Лесничье находится в ведении Минэкологии. Минэкологии, да. Я думаю, что у нас вот, ну это раньше было Минсельхозе, по-моему, потом Минэкологии. Вот это вот постоянная переброска из одного ведомства в другое и финансирование по остаточному принципу. Я даже боюсь спросить, какая зарплата была у лесничьих. Дотягивала она до 100 тысяч, или не дотягивала. Самая низкая в Казахстане. Хочу выразить соболезнования всем близким. Погибших это действительно 14 человек. Какой уж тут разговор о том вокруг экологии. Но в первую очередь это ужасная трагедия для семей. И вы заметите, это золотой фонд резервата. Это средний возраст 40-50 лет. Это специалисты, это знающие люди с опытом. И двое из них даже династия, то есть отец с сыном. Среди них женщина 33-х лет, которая мать двоих детей. И это очень-очень прискорбно. Скорбим вместе. И, конечно же, нам сейчас надо делать выводы. За последнее время, за последние три года, неоднократно поднимался вопрос о заработных платах лесничьим. Одна из самых низких заработных плат в Казахстане. Но этот вопрос был рассмотрен и, в общем-то, принят. И сказали, что если мы поднимем им зарплаты с 2023 по 2025 годы, это выделение средств из 74 миллиардов из республиканского бюджета. То есть насчитали их столько вот в этой системе. Другой вопрос. Дело не только в зарплатах, но что люди эти очень патриотичные. Они живут лесом, они живут возле леса. И они будут его защищать в любом случае. Вы видели кадры, да, когда сказали, что действительно он побежал и даже не оделся, его поторопили. Другой вопрос. Финансирование. Финансирование МЧС получает достаточно. И постоянно в парламенте рассматривались эти вопросы. И сколько они запрашивали практически. Им каждый год увеличивают. Особенно после трагических событий. Например, последнего пожара в Кустанайской области. Который значительно, кстати, меньше по масштабам, чем этот сегодняшний пожар. И этот пожар наиболее масштабный за всю историю независимого Казахстана. Надо заметить. То есть предыдущие пожары в Восточном Казахстане, это 100 гектар, там 300 гектар. Это еще ничего. Этот же начинался со 100 гектар. Потом мы услышали информацию, что это 30 тысяч гектар. И тут же, в этот же вечер, уже дают сводку 60 тысяч. Это очень большая площадь гектара. Это же самый крупный на планете. Очень важный вопрос. Аня Жемоглидина, сейчас, знаете, остро вопрос стоит причины, собственно, этого пожара. Много их в соцсетях обсуждают, разные версии выдвигаются. Вот я, насколько знаю, одна из версий, которая прозвучала, это молния. Следствие сейчас рассматривает поджог как причину пожара. Кто-то говорит, может быть, огонь пришел от соседей. Какие варианты есть? Официально в самом начале мы видели информацию, что это гроза и молния. Но по статистике вообще, природные пожары, они все происходят 90% от деятельности человека. Все-таки это та деятельность, которая возникает в процессе. Значит, если температуры высокие, если сухой воздух, это понятно, вот сейчас газгидромет, наверное, дополнит и объяснит, как на тот момент моделировалась ситуация, то уже было ясно, что нельзя туда запускать людей или какие-то меры предосторожности особые применять. Марина Ивановна. Я тоже, конечно же, приношу искренние соболезнования всем пострадавшим семьям. То, что касается грозы, там грозы не наблюдалось в этот период, потому что там стоял антициклон. Антициклон — это у нас сухая, жаркая погода. И, естественно, жара постепенно набирала обороты. Безосадочный период был очень большой. И хотела бы еще отметить, что начиная с 19 мая мы по северу Абайской области передавали штормовые предупреждения, в которых говорилось, что там ожидается, потом уже сохраняется высокая пожароопасность. И уже, конечно же, когда наступила сильная жара, то уже пошли штормовые предупреждения, что ожидается чрезвычайная пожароопасность. То есть сухой период у нас сохранялся, жара тоже сохранялась, поэтому мы заблаговременно передавали... То есть каждый драмент предупреждал? Предупреждал. Мы все штормовые предупреждения свои выпускаем оперативно, стараемся с максимальной заблаговременностью их выпустить. И, естественно, эти все штормовые предупреждения передаются во все государственные органы, в ДЧС, в МЧС, ЦУКС, Центральное управление кризисными ситуациями МЧС. Также мы все штормовые предупреждения размещаем на своем официальном сайте, в соцсетях. То есть полное информирование было? Да, заранее. Я сейчас предлагаю к нашей беседе подключить Тимура Елисизова. Тимур Мелсович. Добрый день, коллеги. Конечно, трагичный сегодня день. Хотел выразить соболезнование всем погибшим семьям. Но вот как недавно у нас был в Алмате пожар, и тогда погиб один пожарный, была тоже большая трагедия, в частности для Алматы, ну и вообще для Казахстана, потому что профессия лесник, пожарный, это именно те профессии, которых очень мало, ну точнее людей, которые в этом задействованы. Это действительно люди, которые этим живут. И вот хотел бы добавить, поддержать всех коллег, которые сейчас высказали свое мнение по всей этой проблеме. Я вот как раз 16 мая писал министру экологии о том, чтобы они внесли полный запрет на рожек костров в особо охраняемых территориях и зонах лесного фонда. Потому что у нас всего 4,8% лесного фонда от всей территории Казахстана. Это практически ничтожительно. Ну вот маленькое количество деревьев у нас, зеленых насаждений, я так скажу. И здесь нужно увеличивать зеленый фонд. И президент об этом говорил, да, о том, чтобы на Генассамблее ООН до 2 миллиардов надо поднять. А мы просто с каждым годом, после его послания, каждый год у нас 60-40 тысяч гектаров, говорят. Ну это колоссальные объемы лесного фонда, сгорает просто. И это в первую очередь неоснащение, как вот ранее было сказано. Второе, это запчастей нету, это экипировка вся устаревшая, тем более очень тяжелая. Она намокнет, и вообще невозможно в ней ходить. Ну если кто ходил из присутствующих, они поймут, о чем я говорю. Ну и, во-вторых, это оснащение вообще всех лесничек. Даже потому что лесничек, он первый на передовой, еще до подъезда пожарных бригад, они уже выходят тушить. Они уже в очаге пламени вот этого всего бедствия. Второй момент хотел бы вот заострить о том, что вот у нас есть КАЗ-Авиация, да, КАЗ-ПАС. Получается это, ну вот подразделение при Министерстве чрезвычайных ситуаций, КАЗ-Авиация, тоже у них большая проблема. Вот даже если наши брать все лесистые места, у нас для того, чтобы авиация могла тушить пожары, у них нету водоемов, нету карты водоемов, где они могут брать, черпать эту воду и, как сказать, на место тушения пожара могли вовремя сбросить эту воду. Потому что те водоемы, которые есть, которые, отмечает Акимат, не все приводны для забора воды, потому что средняя глубина там бывает достигает метра. А именно, чтобы поворот захлебнул, ну, черпнул нормальной воды, это минимум 3 метра глубина должна быть этого водоема. И таких водоемов, это должны местные исполнители органов создавать такие условия для того, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций они могли бы воспользоваться вот быстрым подлетом, забором воды и тушением. Тогда мы бы гораздо больше территории успевали бы, так сказать, тушить. Сейчас вот сколько, 15 вертолетов летает, 900 вылетов было у них, ну, а если бы они больше воды могли туда перенести, это было бы гораздо эффективнее и быстрее, по-моему, потушили бы водоемы. Ну и, в первую очередь, еще бы хотел добавить, это обучение местных жителей, местных граждан, которые проживают на этой территории. Вот создавать нужно пожарные дружины, обучать местное население, как бороться с пожаром до приезда пожарных сил, лесничих сил и других сил. Люди должны быть подготовлены, они должны быть средствоустойчивые, потому что в момент пожара у людей образуется паника. Они даже, условно, технику безопасности не знают, как при пожаре себя вести. Поэтому подвергаются вот именно ментальному какому-то, как говорится, хаосу, который потом очень негативно сказывается на дальнейшей судьбе этих людей. Многие отравляются угарным газом и все остальное. Песы, вот я считаю, что нужно здесь все-таки дополнительные бонусные оплаты делать и пожарным, и лесникам, которые борются в момент пожара. Потому что у них срок жизни маленький, они вот, когда заходят в пожар, они вот этим всем угарным газом дышат, и это сокращает их жизнь. Конечно. Тимур Малцевич, такой вопрос к вам, как эксперту, да, есть такой момент, как развитие нацпарков для их же сохранения, да. Насколько я знаю, сейчас любая деятельность в нацпарках запрещена, что, соответственно, да, невозможно привлечь инвесторов, как следствие, да, нет денег, собственно, на которые можно было бы, там, увеличить штат лесничества, там, зарплатный фонд и так далее. Как вы считаете? На самом деле, на самом деле, все есть, есть обходы в законах, есть у них спецчета, но есть у нас богатые нацпарки, такие как, ну, я считаю, богатые нацпарки, Лео-Латаусский национальный парк, у них есть спецчет, они могут зарабатывать. А есть отдаленные нацпарки, использованные, куда вообще, там, раз в пятилетку один человек заезжает, да, они, конечно, не могут содержать себя в полном объеме, да, но самое главное здесь вопрос именно поднятия потенциала этих нацпарков, да. Ну, если мы говорим о запрете какой-либо деятельности, ну, мы можем посмотреть, в принципе, они себя нормально чувствуют, вот Кульсай, Чарын, Илья-Латау, Джонгар-Латау, там, везде сейчас идет развитие бизнеса внутри парка, хотя это особо охраняемая территория, там нарушаются и водоохранные полосы, и шашлычные мангалы, вот мы можем по любой дороге проехать, везде там наши местные граждане, которые, ну, условно, даже не знают технику безопасности, расширяют костры на корнях деревьев, и, соответственно, потом это все горит. Нет инфраструктуры, нет, вот, я вот считаю, что нашим всем директорам нацпарка нужно делать экскурсии, там, в Елустонский заповедник, посмотреть, как там вся эта система выстроена, взять уже готовые модели, которые эффективно применены в других странах, которые на порядок выше нас, и просто эту модель копируя, здесь адаптируя, те же самые конструкторов сюда приглашать, чтобы они могли обучать наших лесников и пожарных более эффективно бороться с огнем, да. Это все можно, и для этого, ну, просто тебе столько денег нужно. Да, Тимур Монсович, прошу прощения, что перебивая, эфирное время, к сожалению, у нас ограничено. Да, 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 я ответил на ваш вопрос, или я его ввел в сторону? Не, благодарим вас. В целом, в первую очередь, конечно, насчет зарабатывать, парк не обязан зарабатывать, и то, что 72 миллиарда, ну, это разве такие деньги, когда вот мы на экспо сколько потратили, что нам дало это экспо, или вот сколько мы тратим на ЛРТ, а уж обеспечить лесничек. Я думаю, что сначала мы должны решить вот эти вот приоритетные задачи, оснастить всех всем необходимым, обеспечить тот самый минимум, базовый минимум, максимальную безопасность. В Канаде тоже идет пожар, там люди не гибнут, я пока об этом не слышал. У нас же они гибнут, и как можно, допустим, недооценить степень, да, когда министр ЧС говорит мне, я недооценил, мне сообщили искаженную информацию, а для чего он тогда министр, он сколько лет сидит этим министром? То есть вопрос личной ответственности. Да, в конце концов, весь космомониторинг, сейчас не нужно отправлять туда людей, которые будут замерять где-то руками, да, рулетками бегать. Все это видно с космоса, и я думаю, что эти снимки он получает по первому же запросу. Талант Абекович, сейчас, да, возвращаясь к теме пожара, у нас есть небольшой сюжет. Я напомню, что сейчас в районе, где продолжается борьба с огнем, действует режим ЧС. Отмечу, что в прошлом году в Казахстане трижды объявляли чрезвычайное положение из-за природных пожаров. Площадь, уничтоженная огнем, составила 103 тысячи гектаров. И хотя крупнейшим стал пожар в Кустанайском регионе, как раз-таки наибольшее количество лесных возгораний произошло в области Абай. Например, буквально пару недель назад горел природный изерват семьи Уормана. Если тогда со стихией удалось справиться, то на сегодня там уже сгорело более 60 тысяч гектаров леса. И самое ужасное, что в борьбе с огнем погибли 14 работников Успенского лесничества. Президент Казахстана посмертно наградил их орденом Курмет Хасым Жумар Тукаев. Также поручил правительству оказать семьям погибших работников лесного хозяйства всемирную поддержку. Давайте посмотрим сюжет, подготовленный моими коллегами. Первое сообщение о пожаре в области Абай поступило в полдень 8 июня. Очаг возгорания Батпаевское лесничество. Это в 25 километрах от Семея. Огонь вспыхнул в результате двух разрядов молнии, доложили позже местные власти. Потушить возгорание сразу не удалось. Сложная местность плюс аномальная жара, местами порывистый ветер. Буквально за два часа пламя охватило почти 200 гектаров. Разбушевавшийся огонь дошел до ближайшего села. В Барыщевке сгорело три дома. Один из них нежилой. К счастью, людей успели эвакуировать. Около 700 человек, но сами бросившиеся спасать лес погибли. Все они сотрудники лесничества Семей Орманы. В субботу 10 июня площадь пожара уже превысила 60 тысяч гектаров. А это на 20 тысяч больше площади пожара в Кустанайской области, который произошел в сентябре прошлого года в Аулекольском районе. Тогда погиб один человек. Живописные места сгорели дотла вместе с его обитателями. Казалось, что из этой трагедии сделают выводы и извлекут уроки. Но ситуация повторилась. Касым Жумар Тукаев, отменив свой визит во Вьетнам, спешно летит в Абайскую область. Президент облетел пострадавшей территории, чтобы лично оценить масштаб природной стихии и принести соболезнования семьям погибших. Близким и родным погибших лесничих по его поручению окажут материальную помощь. Закроют кредиты погибших детей, устроят в детские сады и вузы. Президент внял каждой просьбе, подчеркнув, что виновные будут наказаны. В нашей ситуации была проявлена профессиональная халатность, абсолютное равнодушие к судьбам людей. Сейчас и в этом я еще раз убедился. После встречи с семьями погибших глава государства провел заседание оперативного штаба. Обстановка на заседании была очень напряженной. Акиму региону, Нурлану Уранхаеву президент объявил выговор. Раскритиковал глава государства и другие ведомства. Только назначенному на замену бывшему министру по ЧАЭС президент поручил произвести кадровые перестановки. Что касается слабой организации работы, в случае ЧП глава государства поручил Министерству экологии и природных ресурсов и областным Акимам оснастить лесные массивы цифровыми системами для раннего обнаружения очагов возгорания и внедрить систему видеонаблюдения. А еще усилить патрулирование лесов как с земли, так и с воздуха. Касым Жумар-Токаев добавил, что главная задача сейчас локализовать пожар и предотвратить распространение огня на жилой сектор. Отсутствие оперативности, я бы даже сказал сопричастности к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Но я понимаю, область новая, вы новый Аким. Только из этих соображений я объявляю вам просто выговор сегодня. А так, в принципе, за такие вещи нужно сходу увольнять. К слову, только в прошлом месяце руководители природного резерва, семей Орманы и двух его заместителей приговорили к 10 годам лишения свободы. Как оказалось, они создали организованную преступную группу, систематически получали взятки от предпринимателей за выдачу разрешений на вырубку леса, подписание договоров по госзакупкам, а также общее покровительство. За свои услуги участники преступного сговора получали от 700 тысяч до полутора миллиона тенге. Масштаб природного ущерба еще только предстоит установить. Но уже сегодня понятно, что на восстановление сгоревших лесов уйдут десятилетия. Уважаемые гости, сейчас подключим к нашей беседе пресс-секретаря департамента полиции области Аббай, Дину Амренову. Дина Сериковна, здравствуйте, как слышите нас? Здравствуйте, слышно прекрасно. Да, Дина Сериковна, хотелось бы вопрос, когда, как идет расследование, вот только что из сюжета мы услышали, да, и про руководство семьи Ормана, хотелось бы услышать вас. Да, действительно, 8-го числа произошло воздорание территории семьи Ормана и Аббайское лесничество, где 14 человек погибло, данные тела, получается, были обнаружены, и по ним, получается, назначена геномная экспертиза. Начато досудебное расследование по статье 292-й уголовного кодекса Республики Казахстан. По результатам этой экспертизы уже будет подробная какая-либо информация. Сейчас пока в рамках расследования какую-либо информацию дать не могу. Что-то добавить можете к своему выступлению? Версия поджога рассматривается. Это человеческий фактор или это природный? Считаем, что природный фактор. То есть рассматривается версия природная? Да, при мониторинге социальной сети мы выявляем факты, действительно, обращение граждан, которые поясняют, что имеет факт вместо поджога. В данном факте мы предупреждаем граждан о нераспространении заведомо ложной информации. Но при этом мы только что от экспертов в студии услышали, что 90% пожаров – это человеческий фактор. И эта версия сейчас не рассматривается, как я понимаю. Эта версия не рассматривается. В принципе, изначально был такой факт, что это природного характера, правильно произошло возгорание. Если будут какие-то изменения, обязательно департамент полиции примет определенные межистики. Уважаемый гость, есть вопрос? Сейчас вообще 90% аварий имеет катастроф, носят не техногенный, а социальный характер, связанный с жизнедеятельностью человека. А куда вы дели информацию о вот этих вот кострах, которые там были, следы костров? По этому поводу, при мониторинге социальной сети выявлена публикация в сайте ОСА Семей в Инстаграме, где действительно некий житель поясняет то, что имелись костры. Переговорив с лесничеством, Жерновка, было установлено, что это получается, они, собственно, сами проводили вот эти порубки. У них есть специальные какие-то определенные методы работы. Дина Сериковна, хорошо мы вас услышали, если честно. Да, наверное, не такого выступления мы ожидали. Благодарим вас за подключение. Давайте мы сейчас попросим подключиться следующего спикера. Это Евгений Архипов, руководитель отдела науки информации и экологического мониторинга, старший научный сотрудник, кандидат в сельское хозяйство наук, ГНПП Бурабай. Евгений Владимирович. Да, я на связи. Да, как слышите нас, хочется, чтобы вы тоже подключились. Слышу отлично. Все. Спасибо за приглашение. Евгений Владимирович. В первую очередь выражаю соболезнования всем семьям погибших и вообще всем жителям республики. Оружный ущерб 60 тысяч гектаров, это не один десяток лет выращенного леса прошел, работ людей и так далее. Евгений Владимирович, можно по ситуации в Бурабае, где вы находитесь, какая там ситуация, насколько пожароопасность есть? Пожароопасность у нас в Бурабае летний период особенно обостренная. Как правильно заметили коллеги, что большинство лесных пожаров происходит по вине антропогенного воздействия, именно от костров, от докурков и так далее. Но с 2012 года по 2014 год я проводил исследования природных лесных пожаров на территории ГУ ГЛПР Семейурманы и Ертисурманы. Делал сравнительно анализы данных пожаров и так далее и тому подобное. Единственное место в Казахстане, где, как вот коллеги говорят, не могло бы там гроз, не могло бы там так далее. Причина. 98%, до 98% лесных пожаров на этой территории происходит именно от сухих гроз. Во время жарка, 45-градусная жара, когда стоит, даже бывает по 50, удар грозы, я сам это видел. Я не принимал участие в тушении этих пожаров. Поэтому вот так вот говорить тоже, обвинять людей здесь, это надо тщательно расследовать. Дело в том, что там имеет еще такая тенденция быть, там в некоторых местах молния бьет постоянно в одно и то же место. По проекту сохранения и увеличения лесистости республики, который проходил, когда я сказал, с 2012 по 2014 год я там проводил исследование. Именно вот в те моменты Всемирный банк под патронажем Комитета лесного и охотчивого хозяйства, в то время он назывался, оснащение было на высшем уровне на этой территории. Ну, не на высшем уровне, много было нюансов, недочетов, но все-таки там были построены новые ОПС, новое лесничество, вышки, была система видеонаблюдения до канонерского лесхоза, до филиала канонерского, хоть семей работала. Сейчас я не знаю, как там все находится. Дело в том, что... Евгений Владимирович, давайте так, вот вы представитель нацпарка Бурабай, какие уроки извлекли из этой ситуации, какие меры предосторожности уже приняты? Ну, у нас государство, наш национальный парк расположен недалеко от столицы Астаны. То есть можно сразу говорить, что у нас повышенный поток туристов. Затем близость к границе с Российской Федерацией, с других городов Казахстана. У нас перенасыщение огромное. На данный момент у нас работает система СМАРТ, запущенная с 2020 года. В этом проекте, и вот она два года у нас работает. В режиме реального времени обнаруживает пожары, оснащена тепловизорами. То есть на любой источник выделения тепла реагирует группа быстрого реагирования. Выезжаем, мы стараемся все пожары тушить в начальной их стадии. Евгений Владимирович, всего хватает? Техники, людей, все в их справном состоянии? Если вы осведомлены, у нас наш национальный парк относится к управлению делами президента. Поэтому у нас на данный момент у нас хватает всего. Евгений Владимирович, благодарим вас. Можно вопрос? Евгений Владимирович, а как бы вы оценили, что было сделано не так в Бабайской области? Почему пожар обрел такие масштабы? Вы понимаете, существует такой пожарный термин, лесопожарный, спелость, пожарная спелость древостоев, любого леса. И как-то у нас вот это все затянулось. Запретили рубки четвертые, главные, проходные, когда древостои формируются, убираются фаутные деревья, нежизнеспособные, которые могут в Балеж превратиться, это раз. Второй момент, рубки главного пользования тоже на них наложен мораторий. Вот в течение, если я не ошибаюсь, 20 лет уже, рубки главного пользования не проводятся. Понимаете, это необходимо лесоводственное мероприятие, которое способствует и возобновлению леса, и получению деловой древесины, и так далее. И снижению пожарной опасности тоже в целом. Ведь, как правило, молния бьет, именно в семье урманы, ярты с урманы, молния бьет здоровые большие деревья, которым уже за 140, за 160 лет. А сосну ее необходимо уже грамотно планировать рубки, которые идут с года в год, как это было раньше в лесном хозяйстве, под управлением Министерства лесного хозяйства, которое работало всегда, сами планировали, сами все делали. Поэтому мне непонятно, вот эта вообще ситуация, почему на ООПТ запретили, почему разделили для Акиматов, лесхозы отдали, по ООПТ Комитету лесного хозяйства и животного мира относятся, вот это вообще непонятно. А разве в Комитете лесного хозяйства не знают об этих нормах, никто не предлагал, почему они запретили это? Ну это запретили на законодательном уровне, в свое время, когда образовали ООПТ. И в законе ООПТ это есть, что объявлен мораторий именно на рубке проходной, в возрасте, приспевающем возрасте деревьев сосны, особо пожароопасных лесов, войн в Казахстане, которых у нас тут в принципе очень мало. Бояна Укар, Королинский, Ленточный бары, Бурабай и островные бары Кустанайской области, они все произрастают в экстремальных жестких условиях, в условиях высокой инсталляции, при нехватке влаги и так далее. Евгений Владимирович, прошу прощения, что перебиваю, двигаемся далее, у нас просто эфирное время ограничено, у нас должны подключиться все спикеры. Сейчас я предлагаю послушать заместителя, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акимата Кустанайской области, это Гульжанат Кирибаева, Гульжанат Джамбулатна. Здравствуйте, как слышите нас? Здравствуйте, слышу нас. Да, Гульжанат Джамбулатна, мы все вспоминаем события прошлого года в Кустанайской области, сейчас наблюдаем и скорбим по той ситуации, которая происходит в области Абай, какие уроки вы извлекли из того, что в прошлом году происходило, что происходит сейчас, да, в одной из областей Казахстана? Здравствуйте, да, мы в последнее время наблюдаем пожар в Абайской области, который вводит нас в ужас, особенно жертвы, которые имеются на сегодняшний день. Как сказать, после пожара в Абайском районе прошлого года бюджет нашего управления в целом на природоохранные мероприятия был увеличен, на сегодняшний день он составляет порядка 7 миллиардов, то есть он в два раза практически увеличен. Заработная плата лесников, значит, лесной охраны работников учрежденческого хозяйства повышена в целом на 57 процентов по сравнению с прошлым годом, получается, до пожароопасного, до пожара, который произошел. На сегодня мы, в прошлом году у нас пилотно запускали проект по получению услуги о установке камер видеонаблюдения, у нас было 8 точек. На сегодняшний день мы установили, вводим и закупаем услугу на 34 точках, видеонаблюдение, вот сейчас идет процесс внедрения, ознакомления, изучения, то есть диспетчера наши на местах, они походят обучение, как работать с этими камерами, оповещение, проработано оповещение у нас по поводу установления жаркой погоды и высокого класса пожароопасности. Приходит оповещение на 112 каждому жителю нашей области о том, что вводится запрет. На сегодняшний день у нас действует два постановления о запрете. Запрет въезда, входа, проведение работы в лесном массиве, когда класс пожароопасности превышает 4 или 5, 5 класс пожароопасности. Значит, у нас закуплена техника. В прошлом году мы закупали 14 тракторов, в этом году у нас закуплено 30 тракторов. Это из областного бюджета. 10 тракторов мы планируем закупить за счет собственных средств. 6 пожарных машин у нас на сегодняшний день закуплено. 3 из них уже поставлены, 3 поставка идет и еще 4 мы планируем платных. 6 у нас это запланировано с областного бюджета финансирования. Ужар Джаблатно, какая работа проводится на тех территориях, которые пострадали от пожара, конкретно в Коснанайской области в прошлом году? На сегодняшний день у нас проводится работа по расчистке площадей ГАРИ, задействованы в работе все 11 УЛХ. Параллельно с расчисткой площадей ГАРИ у нас проводится работа по набору площадей для получения нового приказа на новые объемы и продолжение работ по расчистке. То есть это у нас постоянный круговорот. Параллельно с расчисткой идет работа по отводам. Также задействованы все 11 УЛХ. Мы просили запросы, отправляли письма как в комитет лесного хозяйства, так и в управление других областей. Но без того, что сейчас у нас пожароопасный период, никто не может нам направить. У всех такая ситуация. Очень большой риск возникновения пожаров. Мы знаем, что у нас жаркая погода такая стоит. У нас по статистике, например, по сравнению с прошлым годом, за аналогичный период, на 10 пожаров произошло больше возгораний, чем было в прошлом году. И на сегодня мы проводим работу по тому, чтобы привлекать людей. Мы говорим о том, что у нас есть объем по расчистке гарри. Пожалуйста, можно... Кто имеет навыки и желания, пожалуйста, можно заходить. Подноситься к работе. У Жаржа Блотна. Мы благодарим вас. Можно один вопрос? Какая зарплата сейчас у лесничек подняли на 50%? Сколько этого абсолютно? По лесничкам от 150 до 200 где-то. От 130. В зависимости от стажа и в зависимости от образования, в зависимости от должности. Ну, понятно. Выслуга лет. У Жаржа Блотна, благодарим вас. Давайте подключим еще одного спикера. Это Асхат Акильжанов, начальник управления гражданской обороны ДЧС Акмолинской области. Асхат Еркебланович. Так, хорошо. У нас не получится подключить данного спикера. Тогда, я думаю, вопрос, Айжана Магдина, обращусь к вам. Вот к моменту, насколько действительно у нас пострадала экология и насколько последствия тяжелые, как будет вестись восстановительная работа, сколько она займет времени, ресурсов. Если говорить о биоразнообразии, о сохранении биоразнообразия, это реликтовый ленточный бор, прииртышья. Вы все знаете, что есть их одна часть восточной территории Казахстана, это западная часть, это прииртышья, и восточная, это таежные леса. Вот именно те, которые пострадали, они произрастают на песчаных, солонцоватых почвах, и они наиболее тяжело восстанавливаются, нежели та часть, которая является таежной. И вот в этом отношении, конечно, большие опасения вообще, знаете, что такое реликтовый. Реликтовый, значит, нет нигде, это эндемик, присущий только этому району произрастания. И, конечно, там внутри пострадала и флора, и фауна, и краснокнижные. Просто сегодня очень большая трагедия случилась с людьми, и это вопрос номер один. Да, ну, если говорить об экологической части, то, конечно, на восстановление вот этой экосистемы потребуется минимум 60-70 лет. Да, ну и коротко, если подскажете, вот эксперты сейчас многие выдвигают такое предложение, чтобы создать в регионах пожарные дружины, так называемые, обучать их экстремным работам. Это очень своевременно, это местные исполнительные органы, согласно законодательству, согласно лесному кодексу, они в первую очередь должны организовывать эту работу, как раньше это было в прошлом веке, пропагандистская работа, там, спички это зло, детям спички не игрушка и так далее. Эти все вещи нужно взращивать еще с детских учреждений и далее уже разъяснять популярно населению. И эту работу как раз должны проводить местные исполнительные органы, организовывая для этого общественников. Да, я благодарю вас за плодотворную беседу, к сожалению, эфирное время подошло к концу. Конечно, полностью застраховаться от природных причин возникновения ЧАЭС мы не можем, но все же наиболее частым остается человеческий фактор. Всем нам нужно быть максимально осторожными и в особенности с огнем, находясь на природе.